Музыка 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 Так, заповедник Бан-бан Прочан А здесь как раз между высоких деревьев, скал, гор, находится пограничный пункт между Таиландом и Малайзией, называется Ван Келиан. Мы пойдем сюда. Сюда мы приехали сегодня, чтобы продлить свой срок пребывания в Таиланде. Это называется Border Run. В Мексике, например, мы можем с российскими паспортами быть 180 дней, здесь поменьше, здесь 30 дней. Вот, собственно, приехали, такая вот граница. Ван Чанг, boundary post. Идем. В общем, Border Run здесь отменили, предлагают поехать в Малайзию, где нет ни такси, ни автобуса, ночевать там негде. Типа, выезжайте сегодня, приезжайте завтра, других вариантов нет, денег не берут. Ребят, вот на живом примере, опять граница, опять пограничники, снова какие-то дела и так далее, привело к тому, что мне не продлили виза ран, то есть не сделали мне въезд-выезд. И сейчас мне придется это все делать через иммиграционную службу Таиланда. Информацию нужно проверять. Вот я вот эту информацию взял из форума, где сидят иммигранты русскоговорящие, которые живут в Таиланде по несколько лет. Направили, приехал, а на самом деле не все так, как могло бы быть. То есть все нужно перепроверять. У нас был такой случай, ходили слухи о том, что можно было из Кубы доехать до Тулума в Мексику без визы, гражданам СНГ, там выйти и раствориться. Это все вранье. Пока мы сами не проверили, то же самое Ямайка, то же самое Гватемала. Вот пока мы сами не поедем, пока мы сами не пощупаем, ладно, ну на машине 250-270 километров это не проблема. А когда ты летишь там 3-4 пересадки из Москвы, там до Ямайки, там еще куда-то, еще куда-то, в небе там 50 часов, а если еще маленькие дети, подумайте, стоит ли доверять этой информации с каких-то непонятных источников. Мы будем все снимать в ближайшее время, мы будем давать только самую честную и правдивую информацию по въезду в Мексику, не повторяйте чужих ошибок, перепроверяйте. Всем удачи в эмиграции, подписывайтесь на наш YouTube канал. Пока!